Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о трезвучиях, об их видах. Их четыре вида есть. Как они обращаются. Потом типы аккомпанементов, самые простые. Ну, их больше, конечно, бывает, но ими пользуются уже профессиональные музыканты. А любители, это самые простые виды, я думаю, что вам этого будет более чем достаточно. А с этого можно уже вырулить, куда вы захотите. И попробуем поимпровизировать. Ну, давайте разберем аккорды с нотки до. Так, сейчас немножко, я не знаю, как, так, чтобы вам удобнее было видеть. Ну, давайте вот так попробуем. Так, от ноточки до. О, я вот так буду показывать немножко. Так, от нотки до. Берем до, ми, соль. Вот, самый простой аккорд. Он звучит светло и радостно. Это мажорное трезвучие называется. С чего оно состоит? Внизу большая терция, два тона. Один тон, второй тон. Сверху малая терция. Тон и половинка, полтора тона. А по краям чистая квинта. Три с половиной тона. Раз, два, три и половинка. Тоническое трезвучие. Теперь мы его будем обращать. Что такое обращение трезвучия? Когда основа переносится наверх. И вот у нас уже такой вид аккорда. Это называется секст-аккорд. Потому что по краям уже не квинта, а секста. Шесть ступенечек. Посчитаем раз, два, три, четыре, пять, шесть секста. Секс-аккорд называется. Потом берем основу ми, переносим наверх. И уже у нас получается такой аккорд. Такой аккорд называется кварт. Секс-аккорд. Секс, потому что опять же секста по краям. Шесть ступенечек. Посчитайте уже сами. И внизу образуется кварта. Квартет. Вспоминаем басню Крылова, где четыре музыканта играли. И когда на сцене играют четыре музыканта, либо поют четыре певца, это называется квартет. Раз, два, три, четыре. Четыре. И по краям секста. Кварт, секст, аккорд. Еще раз я сыграю. Мажорный. Мажорное трезвучие. Секс-аккорд. Кварт, секст, аккорд. Так, теперь берем третью ступеньку, понижаем. Уже не ми будет, а ми бомоль. И звучит этот аккорд уже грустно. Это называется минорное трезвучие. Внизу идет уже малая терция, полтора тона. Тон и половинка. А вверху большая терция. Тон и тон, два тона. А внизу малая. Грустно звучит. Обращаем. Уже я вам обращение объяснила. Секс-аккорд идет. И квартсекс-аккорд. Это самые часто встречающиеся виды аккордов. Теперь я вам покажу уменьшенный. Это когда надо что-то такое сумрачное изобразить, например, в композиции. Вот такой сумрачный аккорд. Съежанный такой. Это называется уменьшенное трезвучие. Здесь идет две малые терции. Вот малая терция, полтора тона. Тон и половинка. И здесь малая терция, полтона, полтона и полтона. Полтора тона, да? Значит, уменьшенное трезвучие. Ну, можно его, конечно, и обращать в секс-аккорд. И квартсекс-аккорд. Ну, самое главное знать, что вот это трезвучие, построенное по малым терциям, это называется уменьшенное. И еще есть такое увеличенное трезвучие, где две большие терции. Это будет, например, до ми и соль диез. Очень напряженный аккорд. Это если какое-то напряжение такое надо создать, то могут использовать вот это увеличенное трезвучие. Ну, и как его обращать? Вот будет обращение, и вот будет обращение. Ну, нам самое главное знать, что увеличенное трезвучие, да? Так, теперь виды аккомпанемента. Так, сейчас, может быть, я немножко увеличу. Чтобы вам больше было видно клавиатуры. Ну, вот так, пусть будет. Я думаю, достаточно нам будет этого. Так. Значит, аккорды можно брать просто аккордом. Ну, я вот сейчас покажу вам некоторые аккорды и попробую сделать импровизацию. Это можно играть сейчас. часами. Так, потом, что у нас я здесь записала немножко. Ага, бум-ца-ца. Это уже так называют. Бум-ца-ца. Бум-ца-ца, 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 бум-ца-ца-ца, бум-ца-ца-ца. Это я все импровизирую на ходу, поэтому, что в голову пришло, то и сыграла вам. Ну, для примера. Теперь эти же аккорды можно ритмически оформить. Так, попробуем ритмически. Не просто бум-ца-ца. Бум-ца-ца, 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 бум-ца-ца. А, нет, нет, нет. Ну, это тоже. Включайте уже свои фантазии. Я думаю, вам понравится. Теперь разложенные аккорды. Я здесь немножко себе пометки сделала. Разложенные аккорды. Тоже берем этот же аккорд и раскладываем его. Я думаю, это знакомо. В мире животных была заставка. Ну, вот абсолютно классический тип. Разложенного аккомпанемента. Сейчас я попробую что-то симпровизировать. Тоже такая простая композиция. Опять же, ее можно ритмически оформить. Можно не просто ровненькими длительностями. Музыка. 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 А, можно, кстати, вот такой аккомпанемент давать, чтобы не только вперед, да, наверх, а и возвращаться. Так, возвратились. Теперь, что я хотела еще. Это уже второй тип. Вот так можно расложить. Так, сейчас что-то придумаем. На что хватило фантазии называется. И теперь четвертый вид, то, что классики часто используют, особенно Гайден, Моцарт, ранний Бетховен, Альбертиевы басы. Почему такое название? В 18 веке жил композитор Доминика Альберти. И он впервые, он клавесинистом, был и певцом. И вот именно на клавесине он придумал такую аккордовую фигурацию. В чем она заключается? Любой аккорд берем. Ну, вот, ля-минор, например, да. С чего состоит аккорд фактически? С основы, ну, называем ее басом, будем называть, да. Верхушка аккорда и серединка. Альбертиевы басы как идут? Бас, верхушка, серединка, верхушка. Бас, верхушка, серединка, верхушка. Ну, вот, например. Да, вот Моцарт написал. Это много. А у композиторов-классиков именно 18 века очень много именно, вот, в сонатах очень много, что идут Альбертиевы басы. Так, ну, что мы с вами придумаем сейчас? Сейчас, сейчас, сейчас придумаем. Сейчас начну играть. Что-то придет на мысли. Альбертиевы басы как идут Альбертиевы басы. Ну, и вот на такой веселой ноте я с вами прощаюсь и желаю успехов в нашем чудесном деле. Развивайте свою фантазию, развивайте пальчики. Пишите мне комментарии, пожалуйста. Что-то никто не пишет. Может быть, и лайки ставьте. Спасибо вам большое.